11.06 в Кирове, программа «Дневной разворот» в эфире, в студии Ольга Борезина. Добрый день, Анна Лапшина. Да, мы сегодня два часа, как обычно, работаем. 211-101 номер для ваших звонков. 8-909-720-101 номер для ваших сообщений. СМС, Вайбер, Ватсап. Пожалуйста, пользуйтесь. Тем более, что темы у нас сегодня, как мне кажется, они касаются всех. Они касаются детей и детской безопасности, в первую очередь, как мне кажется. Но и вторая история, это история с тем, что люди, которые живут в нашем городе, вообще-то вправе рассчитывать на то, что какие-то там их проблемы власти все-таки так или иначе должны решать. В первом часе говорим о теме, которая инициирована была там и в публичное поле направлена Владимиром Швардиным, по волномочным, по правам ребенка в Кировской области. На самом деле, я когда это увидела, я, конечно, поразилась. А когда это было, кстати? Это было несколько дней назад. Несколько дней назад. Это до сих пор одна из самых популярных новостей у нас на сайте. Ну вот. Оказывается, в Кирове в 21 веке, то есть не в глухом углу, дети за 7 километров туда-обратно входят в школу пешком, потому что, внимание, дорога плохая и вынуждены были отменить школьный автобус. Представляем гостей нашей студии. Любовь Пешнина, глава Федяковского сельского поселения. Добрый день. Здравствуйте. Анастасия Ложкина, староста деревни Суботинс и мама второклассника. Добрый день, Анастасия. Здравствуйте. Да, Анастасия живёт как раз в одном из населённых пунктов, откуда дети должны ходить в школу посёлка Радужный из-за того, что не могут добраться туда на автобусе. Всё верно? Да. Любовь, давайте мы расскажем. То есть к вам родители обратились, я правильно понимаю? Это было недавно совсем. Ну давайте начнём с того, что проблема не совсем новая, потому что дорога не ремонтировалась по-хорошему очень давно. Естественно, обращались, были какие-то раньше обращения, но дело в том, что к своей должности, выполнению обязанностей, я приступила лишь в июле этого года. А рейс был отменён в марте. Ну естественно, ссылаясь на то, что идёт коронавирусная инфекция, дети в школу не ходят, это была первая причина. Ну а затем, естественно, дорога. Дорога, которая заставляет перевозчика страдать, скажем так, внести в убытки, потому что действительно такое плачевное состояние, что тяжело по ней передвигаться. Ну что ж, в июле мы решали немножко другую проблему в Лубягине. Я была неоднократно от жителей. Я это слышала пока что между строк, потому что летом это не так остро стояло, потому что была первая проблема. Это строительство полигона ТБО. Да. Мы это в июле решили эту проблему. В августе мы её окончательно закрыли. Слава богу, всё разобрались. Но дело в том, что в августе мы уже делали с Вячеславом Цирюком запись на телевидении, тоже приезжали, освещали эту ситуацию. Он трёс бумагами, что писал во все инстанции. То есть Вячеслав Цирюк, который является старостой деревни Лубягина, не бездействовал, действительно привлекал и освещал эту проблему как мог. Ему пришли официальные ответы, что да, будут найдены средства, будет сделано. Будет сделана дорога. Ну и, соответственно, со стороны Кирово-Чепецкого района. Всё и было сделано в августе. Три участка дороги были отремонтированы. Вот Анастасия не даст соврать, потому что действительно мы выкладывали в своей группе ВКонтакте. Здорово, что нас район услышал, что отремонтировали. Прекрасно. Так, давайте вот сейчас просто поясним, что это за дорога. То есть дорога соединяет Кирово-Чепецк, как я понимаю, да? Нет, это дорога от деревни Лубягина до Радужного, она разделена на два участка. Один участок обслуживает Кирово-Чепецкий район, а второй участок принадлежит городу Кирово. То есть до Лубягина дорога была в нормальном состоянии, у Чепецка, да? Она более-менее, кстати, по сравнению с деревней по Татарам, она была даже в лучшем состоянии. Но её при этом всё равно Кирово-Чепецкий район отремонтировал. В прошлом году тоже подлаты. Да, в прошлом году делали, ну, то есть в регулярном режиме делаются какие-то или ямочные ремонты, но тут вообще по-хорошему было три участка отремонтировано, всё. И мы уже надеялись, что сентябрь наступит, и люди получат свой автобус. Но наступает 1 сентября, естественно, чудо. То есть та часть дороги, которая административно относится к Кирову, к Нововятскому району... Она сделана не была. Она сделана не была. Хотя обещали. Нам дали обещание лишь в Чепецкий район. Конкретно вот Вячеслав Сарюк получил это обещание. А это были плановые для них работы или они на просьбу откликнулись? Нет, на просьбу откликнулись, да. Так, а в администрацию города Кирово вы обращались или вы не можете туда обращаться, потому что вы фактически в Чепецком районе доходите? Естественно, правильнее не прыгать через голову. Естественно, я даю знать дорожникам в районе, но они дальше уже предпринимают меры, писали письма однозначно. Это, я знаю, у нас специалист, да. Есть у нас специалист в районе, он обращался. К сожалению, у меня на руках таких документов ответов нет. Я не могу точно говорить, что там, какой ответ был дан. Но дорога не сделана? Но дорога не сделана. Наступает 1 сентября. Дети, слава богу, пошли учиться очно. Но пошли пешком. Но, возможно, уже не, слава богу, тогда. Ну и, соответственно, слышу звонок от женщины из деревни Нагорина, которая, в общем-то, очень эмоционально в течение 40 минут мне говорила, как ей тяжело живётся, как бабушке четырёх внуков, которые вынуждены ходить пешком. Причём они реально идут по полям. И это довольно небезопасно, потому что там проблема ещё и в том, что есть дикие лисы. И собаки полигона ТБО, да, не надо? Да, там же полигон ТБО. Там бегают бродячие собаки. Да, большая стая собак. И не бывает, выходят эти собаки на дороге. И идёшь, боишься. А дети в это время, значит, идут в школу? Идут. А они хоть компаниями ходят? Ну, они ходят компаниями, но, смотрите, ситуация из-за коронавирусной инфекции всё-таки у нас в школах ещё не совсем стабильная, поэтому расписание, как вы знаете, у всех разное. То есть у кого-то занятие начинается в 8, у кого-то в 9, у кого-то в 10, ну и так далее. То есть есть ещё плюс вторая смена, и то есть это всё-таки кучки. То есть нет бы они там совсем большой группой детей бы хотя бы отправились, но нет. Поэтому... Так сколько всего детей вынуждены ходить в пушку? Ну и, соответственно, после этого обращения женщины принимаю я активные действия, потому что, понятно, надо сначала было выяснить, действительно, какое количество детей у нас страдает в этой ситуации. И, безусловно, пришлось обратиться к Анастасии, потому что знаю, какая активная эта женщина, и тем более мама двоих детей, которые тоже вынуждены обучаться в Радужном. Ну и, соответственно, она мне дала такую цифру, которую можно её подтвердить с помощью официальных данных, 54 ребёнка. То есть 54 ребёнка всего или 54 ребёнка, у которых нет возможности добираться самостоятельно? Нет, детей больше, кстати. Детей больше. Это детки из Лубягина, у нас есть улица Нагорина, и Новая улица, и Клубная улица. Это вот ребятки, которые обслуживаются непосредственно в Лубягинском ментпункте. И посчитали вот этих детишек. А есть ещё деревские татары, которые тоже ходят. Единственное, у них меньше по километрам получается. У них 5, но всё равно... Ой, чуть-чуть поменьше, да? 5 километров. Но те же поля и собаки на пути. А там ещё хуже история, то, что там и дорога-то плохая, и освещения тоже нет, но это уже сейчас по ходу. И, в общем, получается, что даже цифра-то больше, чем 54 ребёнка. Так, родители сейчас как выходят из ситуации? Я правильно понимаю, что вы как-то пытаетесь детей, кто может, довозить? Да, довозить. Вот, например, очень многие родители работают в городе, и они рано встают, и уже в 7 часов они выезжают. Некоторые выезжают пол седьмого, и детей с собой берут и везут до школы. И дальше дети час возле школы? Да, в школу не пускают, они блуждают по-радужному, склоняются по магазинам, и только потом идут в школу. В школу они, когда отучатся, они точно так же гуляют по магазинам по-радужному, кто-то на кружки, кто-то на секции. Взрослые ребятки, они уже сами уходят, а вот которые ребята поменьше, они собираются группами и идут группами домой. Так, я правильно понимаю, что родители пытаются, может быть, как-то кооперироваться? То есть у вас есть дежурство какое-то? Нет, дежурства нету, просто вот одни и те же люди, когда едут на работу, они вот с собой берут ребяток. Вот, например, если у меня ребёнок учится во вторую смену, то вот мне приходится подстраиваться, ребёнка я своего отвожу, и я специально еду. Вот в это время, когда ребята идут, и вот бывает по пять, по шесть человек набиваются в машину, друг другу на руки, и довожу до деревни. И вы их везёте? И я их везу. И так же остальные родители? И так же все остальные. А куда деваться-то? Лучше плохо не ехать. Есть те, кто не ехать, даже на машине добраться. Вот та женщина, которая дала мне сигнал, она мне утверждает, что у них нет возможности ездить на машине, автобуса нет, и действительно, они не просто многодетные, но ещё и действительно такая сложная ситуация. Как им помочь? То есть финансовая ситуация в семье не позволяет на машине возить детей. Детей не один человек, соответственно, кто-то из них учится в разное время, их надо всех как-то доставить в школу. Ещё проблема, я так понимаю, не только со школьниками, но и с ребятами-детсадниками. Да, абсолютно верно. То есть малышей ты совсем уж точно не отправишь через поле, где лисы? Нет. Ну, малышей на самом деле всё больше и больше становится, потому что там застраиваются активно на территории Лубягина и Нагорин. Там есть новые территории, да, жители приезжают, и, естественно, их становится всё больше. Жители городских очень привлекают, наша территория. Вот, например, вокруг Субботницы поля отданы в будущем будут под ИЖС многодетным. Это будет всё расстраиваться. Будут всё больше и больше деток. Так, теперь давайте всё-таки перейдём к тому, каким образом вы пытались эту проблему решить. То есть вот местные жители обращались к вам, и мы сегодня будем с ними связываться. Они расскажут там свою ситуацию, опишут, да, как вот это, когда несколько детей, всем в разное время надо быть в школе, как справляются, как выходят из этого положения. Но вот когда вы поняли, что ситуация не решена, дорога не сделана, куда вы обратились? Ну вот к Владимиру Шабардину это понятно, мы это уже видели. Первостепенно, потому что, естественно, затронуты права и интересы детей, и они страдают, поэтому кому? Естественно, к детскому амбудсмену. Поэтому реакция была незамедлительная, и это отрадно. Человек приехал, но... Он не просто приехал, он привёз всех... Чиновников. Да, чиновников, которые в этом вопросе заинтересованы и должны его решать. Дело в том, что, конечно, как глава поселения здесь, получается, я с людьми на местах общаюсь, вижу всю эту ситуацию, но в силу не просто ограниченности бюджета, а в том, что это... Если я буду на эти деньги тратить, то это будет не целёвка. Вы дорогу сделать не сможете? Нет, естественно, потому что это не мои полномочия, дорога района, а другая часть города Кира. Вот как... Естественно, моя задача только привлечь внимание и выйти дальше каким-то образом, чтобы... чиновники услышали. Ну вот мы говорили, несколько дней назад это случилось, да, то есть Владимир, он, в общем-то, публично выложил пост в Фейсбуке, да. Я, насколько понимаю, вас сейчас журналисты, ко многим из вас обращаются. Была реакция какая-то со стороны властей? Ну, со стороны... Я могу знать только со стороны района, естественно. Район мы уже поняли, что район свою дорогу сделал. От города было что-то? Нет. То есть город Киров вообще никак не прореагировал на эту историю? Ну, вот на встрече, когда приехали специалисты из города Кирова, и, в общем-то, как мы понимаем, был видимый представитель Министерства транспорта... Областного. Да. Не было сделано никаких вообще заявлений, просто они выслушали то, что им говорит Владимир Валерьевич, и всё. И уехали. Да. И даже с людьми не разговаривали. Вышел общаться с людьми Владимир Валерьевич, ну, и я, соответственно, потому что, ну, мои люди, да, а тут вопрос как бы касается, да, моей компетенции какой-то, а что касается специалистов, они поговорили и уехали. А этот участок известен? Может быть, он в каких-то планах, если не на этот год, то на следующий... Мы не изучали, нет, не смотрели. Ну, скажем так, слова это слова, бумаг у меня никаких нет. Поэтому если Владимир Валерьевич сейчас как-то прокомментирует ситуацию, то это будет прекрасно, потому что всё-таки он является, скажем так, здесь более сведущим, потому что ему давались данные напрямую определённые. Я знаю только так, на словах. Мы попробуем с Владимиром связаться. Тут проблема в том, что он сейчас не в Кировской области, он на съезде в Калининграде, насколько я понимаю, на съезде в Турномоченных. Мы будем с ним по телефону связываться. Надеюсь, что будет у него возможность с нами поговорить. Давайте ещё по проблемам. То есть помимо дорожного покрытия вот этого, вы сказали, что ещё проблемы с освещением. Ну, скажем так, в самой деревне Лубягина там существует СЖ, и поэтому у них с освещением такой острой проблемы нет. Но, естественно, дети выходят и приходят, но им же надо пройти определённый промежуток, и вот между Лубягиной, например, и Кузнецами нет, естественно, освещения. А сколько расстояние? Ну, от Кузнецей до Лубягина сколько? Ну, приблизительно километра 4, вот так вот 5. 4 километра дети идут без освещения? Да. Там поле, чистое поле. Люди, дети, которые во вторую смену, например, учатся. Да. Да, во сколько заканчивают вторая смена? Во сколько заканчиваются? Так, у меня, да, по-разному. Сейчас, видите, у них по-разному заканчиваются, но у кого в 5, у кого в 6. То есть в 6 вечера уже темно. Ну, естественно. А как вы вообще умудряетесь детей заставить идти по темноте посреди поля? В смысле, мы не пытаемся заставить, но как вы объясняете, что они должны часто идти по полю в темноте? В 2020 году. Ну, хочется домой вернуться, и дети идут, да. Естественно, как бы стараются, там помогают где-то, кто там встречает. Естественно, такая ситуация есть, но есть и такие, когда реально приходится идти. Дети стоят около торгового центра Елены и выглядывают, кто вот подъедет в магазину из местных по номерам, по номерам, да, и смотрят, и потом просятся, можно подвезти домой. Это в Радужном они? Да, в Радужном. А так, или кто вот стесняется, они идут пешком, и всё, и машины останавливаются, и подвозят до дома. А по полю они идут, то есть там дорога всё-таки какая-то, да? Натоптанная, нет, там нет никакой дороги, тропинка, да. То есть там, где они идут по полю, там машины не ездят, там же их никто не подберёт и не подбросит. А если вот сейчас вот снег выпадет, будет холодно, зима, они уже будут по основной дороге идти. А вот, слушайте, не говорили вам ещё, если выпадет снег, всё-таки у нас по снегу-то как-то ездят машины, вот, я не знаю, может быть, зимы дождаться? Может быть, власти на это рассчитывают, что не надо ремонтировать, что вот выпадет снег, накатается. Мы не можем догадываться, что там кто думает. Мы надеемся только на понимание, адекватность, потому что действительно здесь вопрос-то ведь не в двух-трёх детях. И мы посчитали, что даже больше 50-ти, там, четырёх человек. Это я Владимиру Валерьевичу подала, соответственно, такие данные. Поэтому я думаю, что здесь всё-таки, если мы сейчас подключаем и СМИ, и как-то реакция идёт уже и в соцсетях и так далее, я думаю, что всё-таки общественный резонанс здесь будет какой-то. И тем более, что само по себе Лубягин, наверное, такое, да, смогло раскачать здесь ситуацию во многих вопросах. Поэтому я думаю, что и дальше тоже получится. Но вопрос уже взят на контроль. Я надеюсь, что не только, Владимир Валерьевич... Мы тоже очень на это надеемся. Я, правда, вам вот сейчас просто опытом поделюсь вчерашним. Я вчера позвонила в администрацию города, в пресс-службу, и попросила, чтобы с нами вышел сегодня на связь кто-то, кто может эту ситуацию со стороны города прокомментировать. Сказала, что, по словам местных жителей, чипецкие власти свой участок дороги летом подлатали, отремонтировали, и что проблема не в перевозчике, а в той части дороги, которая относится к городу Кирову административно. Что мне было сказано первое? А почему они вообще ходят в школу в Киров? Это же дети из Чипецкого района. Они должны ходить в школу в Чипецком районе. Ну хорошо, город пошёл им навстречу, понимая, что Чипецкая школа, видимо, ещё дальше дальше. Или по Сегово, или Кстинино, потому что у нас на территории Федяковского сельского поселения есть только начальная школа, и там, к сожалению, обучаются только с теми человеками. Вот. Город пошёл навстречу, дети ходят в городскую школу, слава богу, счастливые дети. Вот. А с дорогой мне сказали, надо вообще разбираться, где там дорога кировская начинается. То есть я так понимаю, что документов вот так вот вчера ещё не видели, да? Где дорога, какие проблемы. То есть и не выезжали, мне кажется, ещё большой там группы или компании, потому что иначе бы в пресс-службе знали об этом. Но это предположение моё. Мы сегодня спросим у Владимира Шабардина, так это или не так. Вот. Ну и, собственно говоря, там уже дальше будет понятно, какие действия будут предпринимать власти, учитывая, что у нас вот последние 10 дней тепло, а дальше уже начинаются дожди. Как они будут ремонтировать дорогу? Я не очень понимаю. Ну, задача номер один, наверное, вообще вот в защиту, что надо сказать? Освоить деньги по нацпроекту. Там планы и всё такое. Так они, мне кажется, уже освоили. А всё остальное это уже, ну, потом. Мне кажется, они их освоили. Для меня вообще на самом деле эта история удивительная, потому что я, ну вот сколько мы общались с администрацией Нововятского района, администрация Нововятского района, это Радужный, они достаточно активные, то есть там вроде неравнодушные люди-то работают. И для меня, конечно, удивительно. Вчера был этот факт, что оказывается как-то или пропустили, или не знали. Вы летом говорите, что тоже пытались как-то, да, но вы можете только на Чапецкий район воздействовать, потому что вы к ним относитесь, да, на администрации. Территориально всё верно. Воздействовать не можете. Но смысл в том, что вчера, когда мы были в Татарах, самый проблемный участок дороги находится именно там. Там у них есть тоже староста деревни, и он говорит, что он и в том, и позатом, и далее в годах обращался в Министерство транспорта, и, в общем-то, соответственно, ему давались ответы, туда выезжались, на эту территорию выезды, вернее, были совершены, и, конечно, давались обещания, что будет сделано. А пока ничего. А вот как вы для себя объясняете разности такого отношения и с Чапецкой, и с Кирова? Почему так? Ну, в Чапецке меньше проблем, что ли? Нет, у нас довольно много проблем. Мы действительно живём в каком-то, наверное, как будто в другом совершенно мире, что ли. Нет, у нас просто в какой-то степени... Понятно, все рядом, все вместе, и, конечно, нас жизнь обязывает помогать друг другу. Тут, естественно, ну, не знаю. У меня жители, когда обращаются, мы первым делом идём, выезжаем, смотрим проблему такого, чтобы отказаться. Ну, здесь просто своими силами вы не справитесь с этой ситуацией никак. Почему Чапецк отреагировал, понятно, потому что вы территориально относитесь к Чапецку, они не могут по закону не отреагировать. Ну, а дорога, если она относится к Кирову, то на претензии по поводу дороги Киров должен реагировать? Должен реагировать. Хоть и люди не кировские к нему. Должен реагировать, но не реагирует. Люди же, они везде люди. Да. Хочется напомнить господам. Но они как-то Чапецкому району, а не Кирову. Ты же понимаешь, да? Ну, вот, действительно, деление очень интересное. Ну, и точно так же, как ситуация, допустим, со школьным автобусом, туда в школьный автобус ведь нельзя запускать. Ну, я в коврочках сказала школьный. Ну, вообще, нет, почему? Есть же программа сельский автобус, вы наверняка знаете, да, что для любой сельской школы, может быть, в таких бы условиях что-то бы стали придумывать. А здесь административно нельзя. Нельзя, потому что вы в Чапецке, а школа в Кирове. Да, радужная. Мы вчера это тоже объяснили, да? Но школа ближе радужного, чем Чапецка. Да, мы это понимаем. На связи с нами одна, одна, еще одна из родителей. Я, насколько понимаю, это Елена Фетищева. Елена, добрый день. Это не Елена, это Любовь. Это Любовь Шапошникова. Любовь, многодетная мама, деревня Нагорина, да? Да. Любовь, скажите, пожалуйста, сколько у вас детей, сколько из них школьники? У меня четверо детей, трое школьников и один студент. Так, и как ваши школьники добираются до школы? Они все в одну смену учатся? Нет, а давайте возраст школьников еще уточним, потому что 14 и 9 это разные школьники, да? Сколько ребятам лет? Младшим одной 11, другому 12. Вот они учатся в первую смену. Они муж отвозят с утра, а в обед они уже добираются домой пешком. А еще один школьник, он учится в Кирове, в вечерней школе. Ему 16 лет. Он уже в обед, да, тоже пешком добирается в сам Киров и назад уже вечером, очень поздно, возвращается домой, тоже пешком. Тоже пешком. И там сколько идей от той остановки, где вот он садится или сходит с автобусом, и до вас? 7 километров. 7 километров в одну сторону? В одну сторону 7 километров? То есть получается туда-обратно 14? В одну сторону, да. Подожди, 7 километров со средней скоростью, это вот, ну, даже для взрослого, большого человека, это 1,5-6-6-7. Полтора часа идти в Кирове вечером 16-летнему ребенку. А если маленький? А если это 11 лет, а если это 12 лет? Еще рюкзаки. И рюкзаки с книжками, совершенно верно, наши гости говорят. Любовь, а что говорят дети? Вот как они каждый день совершают этот путь? Какие? Что вы от них слышите? Мама, можно я не пойду сегодня? В школу. Да, что они говорят? Ну, бывает, да, что с утра встают, бывает, можно не пойдем в школу. А бывает, что, говорит, вечно, когда вот в обед идут домой, бывает, что из Лубягино люди подвозят их уже до нашей деревни. Да, Любовь, еще скажите... Да. Продолжайте, продолжайте. Просто если, когда кто-то едет домой в Лубягино, бывает, что наших подвозят, а бывает, нет, что пешком полностью доходят. Бывает, да, собаки выскакивают из леса. Так. А дети ходят, все-таки, вот, ваших-то двое, они учатся в одну смену, они друг друга дожидаются, просто уроки ведь не у всех наканчиваются в одно и то же время, разные параллель, я так понимаю. Бывает, бывает, что... Бывает, что дожидаются, а бывает, что если у сына 4 урока, а у дочери 5, то он не ждет, чтобы, говорит, где на улице, говорит, болтаться. Вот он, бывает, один идет, а она уже потом следом за ним. Так, я прошу прощения, что значит на улице болтаться? Его из школы, что ли, выгоняют в это время? Нет, просто, он говорит, бывает, что, ну, сейчас из-за пандемии бывает, что не держат в школе, чтобы он, например, там час или полтора не болтался в школе, их бывает, это, ну, не дают сидеть в школе. То есть закончились уроки, уходи? Да. Да, 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 да. Так, а ребята ваши, они с друзьями вместе ходят, вот, все-таки, если они, например, не вдвоем идут, или они в одиночку идут эти 7 километров? Ну, бывает, что еще Коля Урванцев с ними же, он в Лубягине живет, вот они, бывает, втроем идут. Слушайте, это какой-то, я не знаю, это рассказ Филиппок какой-то. А против собак вы даете им какие-то меры, что делать, дети с собаками встретились? Ничего не, потому что, сколько даже сама бывало в такой ситуации, если даже чем-то кидаться, они, наоборот, кидаются еще больше собаки. А если, не дай бог, что-то случится? Ну, то есть... Ну, нам, бывает, администрация говорит, что звонить, если видите, где, типа, собаки, звонить, сообщать, типа, будут их выстреливать, там, не знаю, даже вылавливать или что-то такое. Это, я не знаю, у меня, у меня просто какая-то катастрофическая картина перед глазами. Я тут немножко конспектирую ход и разговор, и везде там пишут слова ужаса. Либо в одиночку, либо, значит, небольшой группой, идут 7 километров. Это еще хорошо, что первая смена, что они днем идут. А если это вечер, если это вторая смена, много тех, кто учится во вторую? Сейчас прилично, 700 приблизительный человек учится во вторую смену. А от вас? 30 детей учатся во вторую смену, уроки заканчиваются в 5, в 6, в 7 вечера из-за пандемии, я же так понимаю, что растянут расписание. И после этого ночью дети идут через поля. Эта проблема существует с марта, и она до сих пор не решена. У меня просто смешно. Нет, ну непосредственно, что они ходят, они с сентября ходят? Нет, мы понимаем, что там очень повезло с пандемией, простите, в кавычках. Да, когда детей всех высадили на дистанционку, и не пришлось властям решать эту проблему. Но вообще-то она существует с марта. И вообще-то с марта они и знают. И до сих пор ничего не сделано. Даже дырки не замазаны асфальтом. Хорошо. Любовь, спасибо большое. Я очень надеюсь, что проблема эта решится все-таки со временем. И очень хочется, чтобы она решилась как можно скорее. Ну хотя бы какую-то ясность мы получили все. И вы, и мы, и администрация Федяковского поселения. Да, ребятам в вашем силе, я не знаю, ну электрошокеры хотя бы. Я просто вообще не могу предположить, чем детей можно защитить от собак. И от плохих людей, между прочим. А это единственная дорога, которая от вас к радужному ведет? Или можно как-то в объезд? В объезд ее нет. Вот по идее, если бы ее построили через деревню Суботинца, была бы дорога в объезд. Но сейчас ее нет, то есть это единственный путь? Нет, это единственный путь. А взрослые по ней выбираются на машинах? Да. Но она вообще проезжая, автобус-то отказался ездить? Самый плохой участок, это вот как раз у нас в Татаре. На машине очень, ну можно проехать, но в Татарах, наверное, особенно весной, там вообще не проехать. Там крадутся. Она асфальтовая. Она вся... Люди едут не по асфальту, а по обочине. По обочине. Потому что посередине асфальта нет. И поэтому приходится местным жителям выставлять покрышки вдоль своего участка. Чтобы не ездили. Да, придомовая территория. И в итоге я получаю жалобу теперь уже на жителей Татар, потому что они типа самозахватом занимаются. А они не самозахватом, они пытаются свой участок хоть как-то защитить. Хоть как-то защитить. Любовь Пешнина, Анастасия Ложкина в нашей студии. Мы сейчас прервёмся на рекламу, после вернёмся, продолжим эту тему. Программа «Дневной разворот» продолжается. Любовь Пешнина, Анастасия Ложкина в нашей студии. Разбираемся с тем, почему дети в Кирове в 21 веке ходят в школу пешком за 7 километров. По полям. Мимо лис, мимо вородящих собак. В темноте, где нет освещения. Я в перерыве спросила наших гостей, Любовь Пешнина, глава Федяковского сельского поселения, о том, чья всё-таки дорога в деревне Татары. Вот тот самый плохой участок, про который говорят наши гости. Дорога всё-таки административно находится в Чепецком районе. Но, как я понимаю, она на балансе Чепецкого района не числится. Нет. То есть её отремонтировать можно только силами поселения, я так понимаю? Нет. Нет? Или всё-таки района? Киров должен. Киров должен. По идее должен Киров это делать. Но это уже, конечно, будет разбираться, скажем так, уже в Министерстве транспорта. Потому что, в любом случае, все истории с дорогами, это их компетенция. Поэтому, в любом случае, мы делим территориально Чепецкий район, Киров. Мы понимаем, что мы одна единая Кировская область, и нам надо как-то жить нормально. Да мы не просто одна единая Кировская область, но по факту мы Киров. Потому что, если там многодетным детям дают участки, из Кирова в том числе, то мы, конечно же, Киров. А вот по поводу дороги, кстати, я вспомнила, когда были протесты по поводу полигонок, приезжали и что-то обещали с дорогой сделать. Это она? Да. Это она. Так. Это самая. Елена Фетещева с нами на связи, насколько я понимаю. Полигона не будет, значит, вам и дороги не видать. Добрый день. Здравствуйте. Да, Елена тоже многодетная мама. Елена, в Лубягину вы живете, насколько я понимаю, да? Да. У вас сколько школьников? Четыре школьника. Сколько лет? От шести до пятнадцати. Так, подождите, шесть это первоклассник? Да, ну нам скоро семь исполнится, сейчас пока шесть. Потом двенадцать, ой, да, двенадцать, четырнадцать и пятнадцать. Так, и как ваши ребята добираются до школы, особенно вот малыш? Ну вот, с утра мы отправляем пешком со старшими, ну потом деревенские, кто едут, подвозят их. Так, подождите. Папа выходной, папа их увозит. А так обычно мы рано уезжаем, я и папа. Вот, получается, что они бывают, они уходят, потом их наши деревенские кто-нибудь едут, по пути подсаживают. Вот это первая смена. Семилетний ребенок идет семь километров вместе со старшими, своими там, братьями и сестрами до школы. Да, ну там и с другими здесь мы еще. Так. Большая ли компания у вас собирается? И ваши ребята все учатся в первую смену, так я понимаю, да? Нет, вот я говорю, это вот первая смена, у меня уходят двое. Так. В первую смену. Двое идут во вторую смену. Во второй смене у нас вообще это была всегда проблема, потому что первую смену все равно легче отправить, и все равно кто-то, люди ездят на работу. А вторая смена, это вообще беда, потому что у них уроки начинаются у всех по-разному, у кого в 13-20, у кого в 14, у кого и в 3. И люди уже, естественно, все на работе, никто везти их. Редкий случай, когда кто-то их подвезет. Так, а обратно вечером поскольку они приходят? Полседьмого у них заканчиваются уроки. Плюс полтора часа на дорогу. Да, по темноте, фонарей нет нигде. Очень страшно, животные у нас там ходят, всякие разные собаки со свалки, птики, бродячие, это в Купритовской свалке. Которая в Лубягино, старая свалка, да? Да, да. Вот переживаем, мы тоже, там как бы люди-то ездят, и с работы уже в это время, и мы, бывает, тоже уже отрабатываемся, забираем. У меня вот бывает, и даже полтора часа-два сижу в машине, чтобы мне лишний раз не ездить домой, еще переезд же у нас проблема, чтобы не опоздать. Вот сижу и жду около школы, хотя могла бы дома сколько сделать дел. Спасибо. Ну вот картина у нас вырисовывается. Тут уже вообще просто я не знаю, что сказать. То есть ребенку 6 лет. Ребенок в 6 лет ходит 7 километров. Ребят, ну ходит дольше, чем ему лет календарно. Ну вот это что такое, а? Я не знаю. Ну то есть я понимаю, что жители, люди вообще, граждане, могут скооперироваться. Я понимаю, что вы у себя в деревнях вообще дежурство можете установить, что сегодня 5 вот этих родителей дежурят и везут, значит, всех детей в школу. Завтра дежурят 5 других, значит, послезавтра это, и каждый записывается. Так вот на неделю в сельском поселении вывешивать расписание, да? Давайте, друзья, записывайтесь, но так ведь не делается. Просто дети в разное время ходят, ведь это очень сложно будет. И в школу их не пускают, потому что пандемия, коронавирус. Не пускают. Вот у меня ребенок по вторую, он к часу, вот ровно в час их запустит в школу. В час 20 начинаются уроки, а до часа, если он приедет в 12, он будет болтаться по-радужному. Ну и видите, еще особенность у того рейса, у 127-го автобуса была в том, что он ходил всего два раза в день, утром и вечером. То есть в любом случае, даже если запустить, то проблема не будет 100% решена, потому что дети-то днем все равно придется им каким-то образом добираться. То есть те, кто во вторую смену идут к урокам, также точно добираются. То есть те, кто в первую смену, у них уроки заканчиваются, автобуса нет. То есть до вечера они в радужном сидеть не будут. Нужен автобус, который будет ходить как минимум, как минимум. Раза 4. 4 раза в день туда, ну два раза получается туда-обратно, да. Вот. А сейчас я даже не знаю, как его это расписание составить по возможности, потому что все же в разное время, да, заканчивают. Ну, безусловно, в паблике Лубягина Ньюс, правильно, да, я называю, у них там развернулась активная такая беседа, на которой у них, в общем-то, освещали такой вопрос, что возможно ли запустить автобус, например, там, 52-й, 54-й как-то продлить, или вообще новый маршрут придумать. Угу. Вот. Они даже голосование устроили. А со школой, может быть, как-то побеседовать, потому что, ну, вот будет холодно, да, автобуса не будет. В школе так переполнено, в школе 1650 ребяток учатся. Со своей стороны. Нет, это будет процесс ожидания, потому что, ну, и что, правда, детей... Ну, они тоже должны выполнять указание Роспотребнадзора, чтобы... Ну, то есть, с одной стороны, там, мы избавляемся от коронавируса, с другой стороны, у нас дети тут же заболеют чем-то еще хуже, или, я не знаю, попадут в плохую компанию, или, да, будут покусаны собаками. Ну, еще раз, если эта ситуация не решается в ближайшее время, то, конечно, со своей стороны напишу официальное обращение, и надеюсь, что директор школы отреагирует положительно, и все-таки пойдет навстречу. Но это ведь... Мы должны знать все равно, чем должна ситуация закончиться. То есть мы просто предполагаем сейчас, что могут быть такие выходы из этой ситуации, или такие выходы. Идеальным-то, конечно, выходом будет ремонт дороги, и все-таки, ну, появление хоть какого-то вида транспорта, который постоянно туда... Часть проблемы снять. ...заходят. Это хотя бы снимет часть проблемы. Хотя бы те дети, которые... У которых действительно нет возможности, там, да, родителей своих дождаться с машинами, они будут знать, что в такое-то время, четко по расписанию, придет такой-то автобус и увезет их. Пусть там предподождать придется, может быть, час или полтора, но все-таки не пешком через поля. У нас вот многие бы родители даже бы пересели бы на автобус, потому что сейчас ГСМ дорогое, и обслуживать автотранспортное средство очень дорого. И на работу бы ездили бы на автобусе, и с работы бы люди бы возвращались. И у нас и пенсионеры есть. Потому что автобус-то нужен всем, всем жителям, которые проживают в наших деревнях. А скажите, пожалуйста, вы сказали про пенсионеров, а вот в больницу, еще куда-то? Мы к Радужному относимся. Точно так же. Точно так же, да. Далеко не у всех есть возможность передвигаться, опять же, на собственном транспорте, потому что просто его нет. И они точно так же вынуждены по полям. У меня вот мама, она работает на железной дороге, у нее нет машины, прав нет. Она вот летом на велосипеде, а зимой будет пешком ходить. У них 7 часов смена начинается. Скажите еще, такси ездят к вам? Очень редко и очень дорого берут. Сколько стоит? Ну, смотря на кого попадешь. И 60, и 240 могут взять. Дешевле съездить до Иранска. Чем до нас. Фильм посмотрела про Южную Африку, где женщина шла на прием к врачу, пожаря 2 часа, и ребенка с собой взяла, потому что не с кем было оставить. Поразилась и думала, «Господи, как вот они там живут». А мы вот точно так же живем здесь, в Кирове. Но у нас не Африка. И думаем, что у нас тут цивилизованное государство. Сейчас мы, видимо, будем пытаться подключить либо Владимира Валерьевича Шабардина. Кстати, вот у него другая проблема. Я ему сегодня писала по другому поводу. Тоже дети под окном курят газ у меня, стоят из зажигалки. И вот я слушаю сейчас вашу историю про детей, которые вынуждены без присмотра болтаться какое-то время. Вот, пожалуйста, угроза еще одна. Да, мы, к сожалению, сейчас вынуждены заканчивать. Я просто сбегала, спросила у нашего продюсора. Не смогли, да, мы поговорили с полномышлым по правам ребенка. Да, у Владимира сейчас там, я так понимаю, что мероприятие какое-то идет. Очень плохо его слышно, очень шумно. И я думаю, что Владимира мы обязательно наберем по этой ситуации. И уже в новостях, наверное, дадим комментарий. Спасибо нашим гостям. Любовь Пишнина, Анастасия Ложкина. Мы были в нашей студии, мы говорили о проблеме с доставкой и детей, и, как выяснилось, и пенсионеров, и просто работающих людей, да, из вот этого куста Лубягинского, так называемого, до города Кирова, до цивилизации. Я все-таки очень надеюсь, что власти прислушаются и в ближайшее время эту проблему решат. Спасибо. Первый час разворота на этом завершается. До свидания. Спасибо большое. До свидания. У нас нет.